Всем привет из Северного Крыма. Сегодня уже у нас 14 мая 2020 года. Сегодня денек выпал такой без ветра, а то каждый день почти дует ветер. Снимать невозможно. Пчелки что-то там работают, летают. Ветер, естественно, нектар сушит. Вон, магазин мы ставили. Пчелка есть в магазине. Это семья номер один у нас. Поднимали сюда мы мед. Осенний. Нормальный ветер не дает работать. Если бы были хорошие дни, они бы носили бы что-то. Цветет разнотравие всякое. Конский каштан еще продолжает цвести. Зацветает. Кашки всякие, букашки. Основное такое, клочки разнотравия цветут. Массово медоносные. Козы зацветут. Но уже приносы сейчас пошли. Просто пчела медовая. Она носит мед. Ну, тут чуть набрызгнула. Ранее рамко. Но пчела в магазине. Пчелы работают вполне себе в магазинах. Держим их на ужатых гнездах. На ужатых гнездах держим. Это пчела медовая именно. Отселектирована так. О, напряжком все залезает. Это не напряжка, это даже мед. Он уже не течет. Медком подливает в магазинчик. Подливает. Так, медленно, но уверенно. Ну, тут уже рамочка так хорошо подлита. Там пергачить, они ее выедят. Это рамка, которую снизу поднимали. Видно, да? Да. Залитая рамка. Это уже мед именно то, что они несут. Фишка в том, что как бы семейки вот небольшие, компактные в этих уликах. И они, как бы, у них немного расхода, и они больше работают на мед. Вот, именно медового направления. Они не мясные сильно. Они именно медовые. Мясных я уже давно всех... Вот тут залита прям хорошо рамочка. Препечатать начинает. Угу. Ну, какой запах. Угу, аромат. Усеннего меда. Ну, сейчас еще мало, я же говорю, мало. Больше, как бы, ну, медоносов начнет дальше свести. Еще только начало. Маточка. Маточка поднялась. Да? Да. Маточка поднялась. Такой пятачок, короче, насеял. Это абсолютно не страшно. Никак это не мешает. Там тоже? Да. Маточка пятачки насеял. Это никак не мешает абсолютно. Здесь при поднятии убирал я оттуда сильно раздутый. Это с расподом. Распод полупится, потом зальется. Потому что тут сильно много меда я из гнезда забрал. Потому что матки негде толком будет работать. Я ее поднял наверх по мере выхода. Химию я не применяю абсолютно на своей пасеке. Поэтому я спокойно использую все соты из-под распода под мед без проблем. Залито. Видно? Это мы пустые рамки ставили. Это вот они залили уже. Ну так медленно, но уверенно. Будут они подливаться. Сейчас больше, больше, больше понарастающие. Начнет больше зацветать. Там пойдет акация, глядичье массово. Лох узко-листный. Ну основные уже медоносы начинают заливать уже, когда дальше пойдет. Потом пойдет степное разнотравье. Все мои свести я снимал там. Типа так называемая шандра-то, но это, ну тут степные медоносы. У меня здесь степь, полупустыня. И такие они, полупустынные такие медоносы. Начнут свести, они очень хорошо дают нектар в жару. Ну как бы, с одной стороны минус жара, то что у нас полупустыня. А с другой стороны то, что у нас растут медоносы, которые в жару хорошо выделяют пустынные такие. И оно, как бы, это все нивелируется. Главное, чтобы дождики иногда проходили. Вот опять парить дождики, да, с недели обещают? Ну да. Дождики будут пробегать и надо. Потому что оно моментально у нас высыхает. Земля, как губка, впитывает порох у нас, глина. А ну она у нас сухая, она же видно, вся сухая земля. Сухая вот дробода. То есть зажигал снизу, не горит дыма. Не горит он снизу, короче. Надо сверху зажигать, и все, я привык сверху. Снизу вот пробую зажигать колбы. Он у меня не горит почему-то. Не знаю почему. Хотя сейчас забил уже не тырса, а именно. Вот здесь я на край расплод выкидал. Ну да, раз... А не, матка здесь сеет, короче. Сеет? Матка, да, работает на все гнездо. Ну я так специально брал, отсюда мед забрал. Чтобы у матки больше было поля для работы. Ну такая средненькая семейка. По силе. Не самая выдающаяся. Такая именно средненькая. Специально показываю. Средненькая как работает, чтобы примерно понимать. Что происходит на пасеке. Такая средненькая медовая семейка. Медовичок, который будет таскать весь сезон. До самой осени будет таскать мёд. Потихонечку, не спеша, будут клочки эти мои потрошить. Полностью засеяна рамка. Это я давал сушку. Сушка засеяна, будет полностью печатать. Матка начала сначала здесь, середина, потом полностью засеяла. Они здесь мёдом было залито, они освободили. Освободят сейчас. Здесь я давал, по-моему, овощинку. Ну там, да, у меня попалась недостроенная овощина. Я давал. Они её тянут, короче. Ну, уже почти оттянули. Буквально сколько прошло, пару дней. Засеяна полностью. Вон матка, в ту сторону пошла. Ага, вот мамочка наша. Вот она такая. Это отпешец идёт линия. Отпешец идёт. Хотя у этой уже пчела рыжая, я уже собирался её браковать. Ну, в принципе, она нормальная, показывает результат. Засеяна, вся рамка полностью засеяна. Матка, в общем, вот так вот засеяна. Сейчас матка и краёчки подсеет. Тут чуть-чуть пооставалось краёк. Полностью засеяна. Ну, вощинка попалась, я её всуну. Хотя я сейчас вощиной не стараюсь напрягать. У меня ещё сушит достаточно. Вощиной будем позже давать, когда взяток будет более такой сильный и стабильный. А мама поехала. А мама поехала. Уже сеяна. Тут по краям. Ну, короче, расплод полностью, битком. Расплод битком. Так, маточка там. Так, не переживать. Сейчас будет полностью расплод. Сейчас уже вышли, они полностью уже на всю рамку расплод. На весюле расплод. Мисочки есть, но толку нет. Надо мне в ройку завести пару семей хотя бы. Хотя бы одну. Мне нужны роевые маточки, чтобы восстановить и заменить. Но пока нет. Нету пока семи евро. Даже те, которые посильнее. Полностью расплод. Полностью расплод. Здесь трутин вылупился. Мисочкой. Что она там делала в мисочки? Пчела просто заглядывала. А, пустая. Просто заглядывала в мисочку. Ну, от этой матки я не хочу выводить. Рыжая какая-то пчела у неё идёт уже поместная. Она уже где-то облеталась с каким-то рыжим. Тут тоже, это я на край выкидывал рамку. Тоже засеяна полностью. Матка вышла работать на всё гнездо. Вон, моль опять, видишь? Я вижу. Моль, зараза, повреждает, короче. Повреждает, зараза. Вот она залезла. Вот она. Чук-чук прошла и несколько этих крайней рамки. Есть такая укарники, даже у моей там уже с примесями есть такая проблема. Она с молью плохо борется. Ну как, борется, но не рьяно, можно так сказать. Борется, но... Ух ты, как я вовремя. Ветром рамочка чуть не упала, представляешь? Угу. Я к ней руку тяну, красота, нападает. А вон капает нектар. Наверное, накапал нектар с рамки. Здесь приносы есть. Сейчас снизу посмотрим. Короче, потихонечку они растут. Они сейчас наберут силу потихоньку. Маленькие пчелки молодые упали. Ах ты, блин. Ладно. Короче, там в середине тоже уже будет расплод. Не зашелся. Просто кутик. Тут вот полностью расплод. Расплод, расплод. Тут середина будет где-то 6 рамок. 5-6 рамок будет расплод. А с края они используют пергу, ложат. И мед туда немного подлажут. Свежий, когда приносят, напрыск. В общем, они в нижнем корпусе там работают. И там 5-6 рамок обычно расплода где-то. Средняя по краям. Типа тамбуры идут. Ну, как они там. Свою используют. Ух, подприносы. Здесь в этом улье все рассчитано. То есть, этот корпус полностью расплодный. Нижний полурасплодный, можно так сказать. Полу. Он для приноса нектара и перги. Хранение. А верхний корпус, он уже переходит в разряд уже медового. И дальше корпуса они пойдут уже медовый. Вот так вот работает этот уль. Ну, если более, конечно, мясную пчелу туда посадить. Она будет 3 там корпуса. 4 может будет засеивать. Но эта пчела не мясная. Эта пчела селектирована на принос меда здесь. Чтобы она мед носила, а не мясо делала. Иначе вот этого меда я не увижу никогда. Она будет весь сезон тут просто делать много мяса. Там ульи будут трещать, висеть, короче, летать по округе. А меда не будет. Это уже пройдено все это. Говорится, это все я давно прошел. И пришел именно к такому варианту, чтобы полыщать мед. Моль, зараза. Чтобы полыщать мед в степи полупустыни. Это, пойдем быстро. Куда? Кобакам. Открой пока крышку. Ну, как я это сделаю? Мне неудобно. Хвасты такие же примерно. Посредние уже по силе. Какая-то семейка себя показывает. Они уже вышли на среднюю. Вот они тоже в магазине. Покажи. Вот так бакфасты работают. Тоже у них там есть мят уже. Короче, бакфасты они где-то. Ну, тот бакфаст, что у меня есть, он средний по силе. Можно держать его, кстати, тоже. Можно. Это не сильно такой мясной бакфаст. Это как это уже такой. Ну, что он от кого-то продал. Да. Так, бакфасты. Это вон они страчивают. Мне не нравится. Видишь, слепили. Ага. Я еще в прошлом году заметил эту особенность. Слепил. Ну, глянем по меду тут. Такая полу-отстроена. Полащинка. Попалась в магазине. Сюда я распот поднимал, где раздут. И они медом будут подливать. Ну, маткой. Это я больше подливал не для того, чтобы мед забрать, как бы. А больше, чтобы матке дать здесь работать. Потому что основная работа матки идет в двух корпусах. Третий корпус они уже тут медовый используют. Потому что... Вон, тут тяжеленько. Ага. Начинают подливать. Тоже баки подливают. Баки тоже подливают. Потихонечку. Ну, он пошел. Ага. Начинают вон заливать. Ага. Ну, я же говорю еще раз. Не было хороших дней. Ветер, бешеный ветер дул. Реально сдувал. Деревья ломал тут. С каштанов ветки падали вместе с светом, да? Ломал. А я поднимал оттуда. Рамки такие, которые мне не нравились. Ну, меда где. Подлитым, а Леха это. Давал более... Пустую сушь. Ну. Да, у баков меньше, конечно, меда. Меда. Чем у моей, да. У моей средней баки по-любому будут меньше. Они больше потребляют. Да, дальше еще нет у меня. Баки. Ну, я их буду браковать. Мне не понравилось. Короче, нет. У них ничего такого выдающего. Если бы я их поменял. Я к своей привык. Не вижу я у них ничего такого. Не вижу я ничего такого, чтобы я прям хотел поменять свою пчелу на них. Моя пчела под мой тачок наиболее эффективно работает. Силе он точно такой же. Вообще ничем не выделяется. Как моя средняя семья. У меня семьи поинтереснее. Вот это, что я вам показывал, средняя. Ничего в ней такого выдающего. Это не племенная матка. Это просто обычная семейка. И так же самое это. Бакфас тоже. Она не племенная. Естественно, она не попадает в разряд племенных. Потому что у нее нет ничего выдающегося. Каких-то показателей. То же самое, если давал ей под расплод. Больше места. В этих ульях надо беспокоиться. Не о том, чтобы мед получить. А надо беспокоиться о том, чтобы расплод был. Куда? Мама, ты вот приехал. Ага, сейчас. Мед все-таки поплевается. Подожди, сейчас, мам. Мам, сейчас, минутку. Минутку подожди. Вот, мамка, рыжая. Я? А рыжая. Мама, собака балуется. Так, короче, тут был полностью расплод. Полностью расплод. Одну рамку почему-то. Я ее сейчас сюда. Середину пенчим. Делаю. Почему-то медом ее льют вместо расплода. Сюда ее ставим. Причем, у этого бакфаста вообще беспорядок такой в улье постоянно. Постоянный беспорядок. Че попало, где попало, может. У моей пчелы сюда порядочек. Вот здесь такой. Тут же матка что-то сеет туда. Да. Я меня и поеду. Да, видео снимаем. А куда, туда? А? А, ты поехал? А, ты поехал? Полностью рамка расплод. Расплод полностью. Тоже расплод. Расплод. Расплод лупится, матка сразу сеет. Сразу сеет. Такого в ней ничего особого выдающегося. Сколько там по минутам? 16. 16 уже. Скоро уже закончится память. Не успеем, да? Короче, карника интереснее. Как по мне, по меду уже более подлитая здесь так. А поесть себе принесли. А покачать здесь, наверное, не скоро все будет и будет. Не знаю. Такое себе. Для моей полупустыни. Бакфас не очень катится. Надо его в поля возить. В поля. Ему надо давать работу гектара медоноса. Тогда будет с него толк как бы. А так толку нету, потому что оно все уходит на развитие. А столько пчелы, ее некуда применить, как говорится, здесь. На стационаре. Здесь только не нужно ее, но... Пойдем быстренько. Твоя мама не может завестись. А, завелся. Мама с города поезла. Здесь карника слабенькая. Это слабенькая, это я подселю карнику. Еще она слабенькая освоила. Корпус. Это, да, у нас поинтересу? Седьмая. Вот это вот мы от этой семейки забирали. Шесть рамок, можно сказать, что мы пчелы забрали, потому что... Распорт. Так, сейчас покажу. Медом подливается потихонечку. Медком подливается. Не было, не было хороших дней для взятки. Ну да. Вот. Пошел мед. Ну тут будет что покачать. Ну, за май нанесут, сейчас пойдет. Это еще только начало. Не было ни погоды, ни основных медоносов еще не зацвели. Это еще так только начало. Началась подливочка. Начало в магазинах положено, а там уже... Дальше. Дальше потихонечку, потихонечку, потихонечку. И так весь сезон, как бы, он такой будет взяток. Он нарастет, конечно. Сейчас вот начиная... Как пойдет глядичья, акация, лохуско-листный. Вот. И потом пойдет много разнотравий. Вот этого по степи, колючки, все это зацветет. Вот эти вот шандра, так называемые. Вот эти я показывал, кустарники. Они очень хорошими доносом. Дает, в жару любую целый день. Пчелы потрошат там. Потом... Да еще куча там всяких этих. Потом всякие колючки степные зацветут. Сафора. И так далее. Ну, там я буду показывать опять. В прошлом году я показывал весь сезон. Можно смотреть. Именно с чего носили я снимал, показывал. Ладно, все. Спасибо за просмотр. Взараблю. Упарит на дождь. Даст Бог, будет дождь. Спасибо. Всем пока.